Добро пожаловать в мир Дикого Запада! И если вы любите старые фильмы вестерн с ковбоями, с разбойниками, с индейцами, этот город точно вам понравится! Дикие просторы – пристанище ковбоев и родина великой цивилизации индейцев. Мечты о золоте притягивают сюда охотников за богатством. На протяжении миллионов лет мощные силы природы создавали один из самых невероятных пейзажей. От жарких пустынь и каньонов в Красных Скалах до высоких горных миров и невероятных побережьев. Только те, кто обладает мужеством и духом первооткрывателей, смогли укротить эти дикие места. В этих непредсказуемых диких местах жизнью управляют сменяющиеся времена года. Чтобы выжить в таких экстремальных условиях, нужно мужество и хитрость. Эту пустошь смогли приручить местные жители и странники, искавшие приключений. Они построили невероятный город у подножья скал и у побережья реки. Этот город возможностей, но также и больших испытаний. На улицах города вы можете встретить ковбоев, индейцев, настоящего шерифа. Также можете посетить конюшни. Но лошади есть и в бескрайних просторах. Вечером можете посетить салун, а также проводить пылающее в солнце в закат. Либо же встретить невероятный рассвет на каком-нибудь отшибе этого города. Размер города большой. Жилых участков 82. Из них 41 заселен. Количество жильцов 133 на весь город. Общественных участков 61. Это одна из первых семей, которая спаслась от работорговли. В составе Альберт, Жозефина, Уитни, Джордж и Лизбет. Альберт амбициозен и прирожденный продавец. Поэтому ему не составит труда найти работу. Жозефина любит быть в окружении своей семьи. Уитни подросток, а Джордж ребенок. Маленькая Лизбет дитя семьи. Семья Дунканов. Дунканы – фермерская семья. По крайней мере, Гэвину хотелось бы в это верить. Его сыновья на самом деле не проявляют никакого интереса к семейной ферме. Пит Макделл. Человек принципов и науки. После войны отправился на Дикий Запад, желая начать новую жизнь. В этом городе много необычных семей, начиная от индейцев, заканчивая обычными ковбоями. Автору удалось передать невероятные пейзажи Дикого Запада, а также передать настоящий дух этого времени. Если вам также понравился этот город, как и мне, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ссылочка внизу в описании на город.